Всем привет, меня зовут Сергей, мы продолжаем с вами изучать красаут, и снова у нас с вами настала очередь очагов. Патчи 9.20! Очагам увеличили урон на 7% и импульс попадания на те же самые 7%. Кто смотрел предыдущий видос по очагам, который был больше полугода назад, тот наверняка помнит эпичный выход на 7 фрагов, когда мы катались на машинке с тремя очагами. И почти все сегодняшние крафты тоже имеют в качестве вооружения 3 очага, 3 очага или 4 очага, целых 5 разных машин на сегодня. Ну и начнем опять же от меньшего к большему. 4498 очков мощи, 1 радиатор, 1 фиолетовый инвиз, рык, отсутствие какого-либо радара, что кстати ужасно, ну и 542 хп. Вообще так, 4498 очков, если посмотреть вот на этом крафте, например, где очаги установлены в бок, те же самые 3 очага, но он уже дает 6000 очков мощи. Здесь те же самые 3 очага, 6200, то есть с одним и тем же оружием, ну здесь, здесь уже 4 очага и 8500, а здесь снова 3 на 7000. С одним и тем же оружием, насколько разные по весу получаются крафты. Хрен его знает, вот мы сейчас прокатимся с вами на этой машинке, 4498 очков мощи, и на этой потом 7000 очков мощи, и посмотрим, как на настолько разнящихся очках будет разниться эффективность этих очагов. Ну и естественно пробежимся и по остальным крафтам. Там какой-то враг ломится просто прямо в толпу наших. Он какой-то вообще то ли безумный, то ли бессмертный, сейчас пойдем проверим. Так, дробоводище. Отбиваем, отбиваем, отбиваем. Замечательно, дробовода. А нет, у него еще один гром остался. Умри, умри, умри. Умри, умри. Да ты смотри, какой живущий, вы посмотрите на него. Все, готово, этого додавили. Дрон, дрон, дрона сбили, замечательно, фраг добрали. Мда, профессиональная чайка я опять же. Ладно, постой пока здесь, вон еще один едет. Ух ты, хорош, что он вытворяет-то. Так, тихо, дайте я его вытащу из-под нашего союзника. Или не вытащу. В моей машине мощи не хватает. Ладно, я ему оружие, по крайней мере, выбью. Выбил, замечательно, там у него пилы. Отходим назад. Готово. Так, 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 нас там сзади уже опять обошли. Дайте-ка я инвиз еще раз прожму. Где-то там. А, это уже все, это уже кранты, ладно. Ты валяйся, чувак, ты мне особо не интересен. Вон там с усами катается. Да ёптер, его уж добили. Дайте-ка я объеду, наверное, не полезу снизу. Инвиз у меня синий, но на эту дистанцию должно хватить. Надо он доехать до самого дальнего врага, хотя... Эх, ладно. Уже... Воу-воу-воу-воу. Вот это ты проскочил, дружище. Вот это да. Так, еще один минус и последний враг. Готово. Подрезал как минимум половину из всех этих врагов за данный бой. 1262 очка. Ладно, хорошо, давайте перейдем сразу к следующей машине. Ну и следующая тачка у нас сразу на 6000 очков мощи. Вот на самом деле, опять же, встает вопрос, что насколько оправдано, насколько оправдано повышение очков мощи в случае такого оружия, как очаг. Если можно с тремя очагами собрать эффективный крафт на те же 4500, то нафига вылезать на 6, на 7, тем более на 8. Опять же, это, как мне кажется, что-то больше из разряда приходи, чем необходимости, потому что необходимости в повышении очков мощи нет. Кланвары ты с очагами все равно вряд ли поедешь. А для обычного простого фарма репутации в рандомных пвп боях небольшого крафта на 4000-5000 очков мощи за глаза и уши. В этот раз на крафте установлены движок четкий, сразу два радиатора, фиолетовый радар-детектор, фиолетовый же инвиз, собрано все это на виверне, ну и очаги, как вы видите, здесь установлены вбок. Хреново знать, насколько это будет оправдано в пвп, мы сейчас с вами посмотрим, но данный крафт как бы подразумевает то, что я буду кружить вокруг своего противника. Это далеко не всегда удобно. В тест-драйве это удобно, потому что в тест-драйве здесь ровная местность и твоя цель не пытается тебя убить в ответ. Но в пвп в большинстве случаев, если ты врага с дробаяками атакуешь, то тебе надо держаться поближе к нему. Зачастую чем ближе ты к противнику находишься, тем неудобнее ему по тебе стрелять, особенно если это какой-нибудь пушкарь. А если я буду все время сохранять дистанцию между собой целью, то все мое преимущество от так называемого клоуз-комбата, оно просто пропадет. Но давайте посмотрим, как это будет на практике. Ну и по ховерам я не знаю, как еще буду стрелять, если они мне во врагах попадутся. Потому что ховеры мобильные, выворачивать на них постоянно носом мне было бы гораздо удобнее, чем пытаться поймать их в прицел, выворачивая на них боком. Ну фига вот на, сейчас глянем. Ну вот, вот давай без этого, ладно? У меня все равно есть инвес. Ну, допустим, раз. Ага, грамотно подрезал еще один фраг, продолжаем движение в сторону врагов. Блин, там их так-то немало. Этот убивается? Отлично, успел один раз, буквально задел его своим дробовиком, и фраг за него мне зашли. Так. Хорошо, еще один минус, еще один убивается. Ну-ка, подрежу, не подрежу. Подрезал. Реально, чайка во мне не дремлет. Профессиональная. Эть, 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 не надо, не надо, не надо, положи меня, положи меня, положи меня, положи меня, положи меня. Положи меня. Спасибо. Победа. Еще там, наверное, 1200-1400 выдадут, да? 773, хрен-то там, не угадал в этот раз. Ладно. Ну, в принципе, за что бы мне там сейчас очков-то выдали? Я урона особо и не нанес в этом бою. Ну хорошо, по крайней мере, я попробовал, что называется, моя совесть чиста. Очень необычно, очень непривычно играть на таком крафте. Но его название я вам показал, кому интересно, ищите на выставке, качайте, играйте. А мы переходим к следующей машине. 6291 очков мощи и сразу три фиолетовых радиатора. При этом синий инвиз и снова отсутствие какого-либо радара-детектора. А, понятно, здесь еще две единицы свободных энергии, видимо, на мое усмотрение, что-нибудь можно поставить. Но, ладно, я тогда сейчас пихну только один радар-детектор и мы поедем, не буду особо с этой машиной ничего придумывать. Мне просто так спортивного интереса ради, вот у меня есть три фиолетовых радиатора на чагах. Сколько я смогу стрелять до перегрева? Ну, неплохо, в принципе. Ты смотри, какой страшный сюда летит. А, укатил. 30, 40, 11. На такой дистанции особо, конечно, не подамажишь. Но, в принципе, и даже 40 урона, это довольно внушительный урон, когда он 10 раз подряд вылетает из врага. Смотри, опять летит в атаку. Передумал. А-а-а, зараза. Так, все, во мне уже горит эта динамитная шашка врага. Дай ховер отобью, мужик. Отлично, ховер отбит. Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй. Все, 4 колеса всего в машине. Крафты с 4 колесами, в принципе, не особо-то и боеспособны. Так-так-так-так-так, но, тем не менее, этого ховераса я уложил. Да, минус одно колесо, и двигаться становится уже намного проблематичнее. Беда, беда. Минус. И еще один подресанный фраг. Да что ж такое-то? 847 очков. Давайте-ка мы с вами быстренько сейчас глянем цифру урона от этого очага по голой кабине. Я сейчас быстренько соберу какой-нибудь тестовый аппарат. А, погоди, нафига я его собираю? Если он у меня здесь есть. Вот, да, возьмем вот этот вот пепеллаз, поставим ему на нос очаг. Ну и поедем избивать наш тестовый левиафан. Так-так-так-так. Так, ну, примерно с этой дистанции. Во-первых, сколько там будет урона? Четыре выстрела было, значит, 30 урона с каждого выстрела. Четыре выстрела, два по 60 вылетело. Ну да, именно так. И четыре выстрела до перегрева. Без радиаторов, если. Ну-ка, дистанция. Те же самые 60, кстати, на этой дистанции. Еще чуть назад. Опять те же самые 60. То есть, прямо совсем-то вплотную к врагу лезть не обязательно получается. 57, 57, 43, 14. Вот здесь уже начал урон маленько теряться. 58, 53, 5. Ну вот она, оптимальная дистанция получается где-то примерно вот такая. То есть, на такой дистанции можно от врага фигачить очагами и будет проходить по нему практически полный урон. Ладно, ясно. 7 тысяч очков мощи, один охладитель, внезапно два радиатора, три очага, синий движок, синий радар-детектор, синий инвиз, вообще все синее. Кабина только фиолетовая, квант. И да, обратите еще внимание, что все бои, которые мы катали до этого, я катал с мастером Джеком. По-хорошему, стоит сажать в кабину бульдога, а для дробовиков-то. Вот сейчас я его посажу, и мы поедем. Сразу пять врагов на железке. Прикатят сейчас к нам одной большой волной. И не исключено, что сделают Бубу. Давайте мы их по одному начнем сжирать. Так-так-так-так, хорошо, этот отчалил за вагонами. Еще один враг дать, я ему с тыла зайду. Стыц-тыц-тыц-тыц-тыц. Че, у тебя там движок? У него там движок. Не надо, не надо в меня стрелять, не надо. Я-я-яй, ну все, сейчас разберут. Слишком, слишком много здесь народу вражеского. Так-так-так-так, ну хотя бы один-то пулемет. Нет, даже один пулемет не выбью. А нет, смотри, два пулемета выбил. Под всем этим мясом, под всем этим обстрелом. Ну и все, меня снесли. Но в одиночку против трех-то, в принципе, на любой машине долго не проживешь. Ладно, будем дальше. Минус Птур. Снова мост, ребята. И мало того, что мост, так еще и такое расположение противников как бы намекает о том, что мне придется просто сидеть здесь и ждать хоть какой-то развязки событий. Потому что если полезу вперед, меня там очень быстро опять же снесут. Птур, иди сюда, хоть по Птуру постреляю. Ну, тоже занятие, в принципе, чё бы и нет. По ракетам он по тем, но вряд ли, правда, до них достанет дробоик. Да хрен-то там. Воу, здравствуй, Птур. Я понял, ракета это был отвлекающий маневр для того, чтобы подбить меня Птуром. Ага, опять летит. Сюда лети! Сюда лети! Отлично! Нормальная такая плотность огня, в принципе, Птур сбивается без каких-либо особых проблем. Да короче, нафиг, ладно, я вперед. Это просто неимоверное, таскай сидеть все время на одном месте. Так, Птуровод там отвлекся. Ай-яй-яй, Птуровода прикрывают. Ай-яй-яй-яй, у меня летят ракеты. Сверчки, сверчки, сверчки у него выбиты. С тошнителями парень приехал. Так, тошнилка, 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 тошнилка. Тошнилку отбил, чудесно. Миниганг, мини... Ай! Зараза! Ну, ладно, я одного лишил сверчков, другого лишил тошнителя. А вот третий враг уже все испортил. Не стал дожидаться награды, вышел. Давайте перейдем уже на последний и самый-самый жирный крафт. Бар-очаг называется. Целых четыре очага здесь установлено. Четыре очага, один радиатор, один охладитель. Синий инвиз и обычный синий радар. Я, конечно, понимаю, что многие ставят синий инвиз просто потому, что он в разы меньше фиолетового. И крафты получаются с ним компактнее. Но, как мне кажется, когда ты лезешь на очки мощи уже за 8 тысяч переваливающие, если есть фиолетовый инвиз, то надо ставить фиолетовый, а не синий. В боях на таких очках мощи даже одна дополнительная секунда в инвизе может и решать. А здесь хамелеон даже не улучшенный синий. Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, нет, 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 блин, охлаждение. Вот это мне сейчас повезло. Повезло то, что один дрон взорвался и откинул от меня буквально второго дрона. Здравствуй, враг. Минус два ховера сразу. Ну и все, он уже на боку. Нет, нет, не надо. Замечательно, и фраг у меня подрезал парень самонаводящимися ракетами. Это называется карма. Сначала я фраги подрезал. Оп, извини, извини, я отхожу назад, зараза ты. Ай, эти дроны, эти проклятые дроны. Ох, нихрена себе, ты посмотри, какие мы страшные. Нафиг, нафиг. Ай, выбил меня все же, а? Он умный. Он понимает, что надо держаться над дробоводом, чтобы не давать взять себя в прицел. Так, уходит в сторону. Отходим, отходим, отходим. Косой, косой. За мной дроны гонятся. Отстань, уйди, уйди, уйди. М-да, назад особо не постреляешь. Да давай уж, добивай меня, господи. Серьезно, он меня добьет сегодня, нет? Да, дрона меня добьет быстрее. Ну, окей, ладно, я здесь посижу. Нет, 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 нет! Да, за здоровыми ховеркрафтами особо не погоняешься на такой машине. 743 очка. Вот такая вот хрень еще, если честно, меня в крафтах подбешивает, когда они начинают цепляться своим носом и подпрыгивать. При этом они теряют абсолютно всю скорость, когда тебе надо по-быстрому заблизиться с противником, особенно с учетом синего инвиза на машине. Такая хрень, такая потеря скорости может отрицательно скасаться на твоем здоровье. И о какой-либо погоне за ховеркрафтами речь тем более идти не будет. Я понимаю, что автор пытался сделать что-то такое утюгоподобное, чтобы поддевать противника, сажать его себе на нос. Ну нафиг, я эти тисаки сейчас уберу, и мы поедем дальше. Ну и пожалуйста, следующий заход меня кидает против противников 10 тысяч, 11 и 12 800 тысяч очков мощи. Нафига, нафига мне синим оружием против таких воевать, скажите пожалуйста. Это все к вопросу о том, что можно взять те же очаги и воевать на 4, на 5 тысяч очков мощи, а не на 10, на 12. Но видимо, автору данного крафта нравится такая ситуация, в принципе, его дело пускай воюет. Враг один уже в инвиз зашел. Дайте я тоже в инвизиаду. Надеюсь, он выйдет здесь. Нет, он выехал где-то сзади, вон ты. Не надо, 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 не надо. Хорошо, замечательно. Этого мы вырубили. Без двух передних колес. Справа по борту мне будет сейчас довольно трудно воевать, но я в принципе ладно, попытаюсь. Ну вот и как я должен отбить мамонт. Хотя я в принципе могу сделать вот так, конечно же. Да, и посидеть просто под врагом. Да, сейчас он, конечно же, попал. Попал, дружище. Но правда, это не отменяет того, что у него есть еще союзники, которые ему, скорее всего, сейчас помогут. Да. Приехал его друг с мамонтами. Главное, его друг с мамонтами думает, что противник был вверху и стрелял по нему, а не по мне. Но мне все равно это не поможет, я сейчас умру. Но, да, именно так и произойдет. Да не, нафиг. Дайте я просто-напросто выйду в гараж и все. Не вижу я смысла на высокие очки мощи тыркаться с таким оружием типа очагов. Ты в четыре очага за один залп даже мамонта, скорее всего, отбить не сможешь, если только вот так удачно не подлезешь под врага. А даже если подлезешь, будешь очень долго его расстреливать. А если ты будешь его очень долго расстреливать, то, скорее всего, его союзники тебя сломают. Но, опять же, ладно, тут уже дело каждого, кто на каких очках мощи хочет воевать, тот на тех и воюет. Каковы эти очаги сейчас с прибавкой в 7% урона мы посмотрели. В следующем видосе, измененном в патче 9.20, мы, скорее всего, вернемся к тяжелому вооружению и посмотрим на толстяки. Но у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok